Приветствую вас, и вот вопрос ваш, который вы выдаёте, я имею в виду не пояснение сейчас, а именно вопрос сам, очень, на мой взгляд, интерес. И интерес вашего вопроса в том, что вы спрашиваете, как называется поведение мужчины, и непонятно, для чего вы спрашиваете это. Либо, чтобы подтвердить своё мнение, свою версию о том, почему у мужчины такое поведение сложилось. Либо по тому, что реально хотите узнать ответ на этот вопрос. К сожалению, я не могу этого угадать, я не эзотерик, даже если бы мог, вы, наверное, не стал бы, потому что в большом исчёте это не важно. Я отвечу вам именно с точки зрения психологии. С точки зрения психологии, если мужчина ведёт себя так, как вы описываете, значит, не признаёт свои ошибки, не считает себя виноватым в ничёном, это называется излишняя самоуверенность. Излишняя самоуверенность – это признак того, что человек использует, ну, как бы использует, да, наверное, это будет правильным термином, использует эту самоуверенность как механизм защиты от сомнений в себе. То есть, смотрите, вот вы говорите, что человек гол как соков, да, то есть у него ничего нет, но при этом он ведёт себя как король, то есть не желает признавать своего реального положения. Хулиганит и выпивает. Опять же, и хулиганство, и склонность к употреблению алкоголя – это следствие того, что мужчина в нашем мире уверен в себе и не желает признавать, что у него есть определённые проблемы, потому что это подразумевало бы тот факт, что ему требуется работать над собой, ему требуется признать, что он слаб, а это для него очень болезненно. Болезненно, опять же, именно потому, что больно, именно больно, тяжело признавать, что у него есть какие-то проблемы. Ну вот, не научили его в детстве критическому отношению к себе. Такое вот, к сожалению, бывает, такое, к сожалению, встречается. Значит, то есть, понимаете, я надеюсь, да, что хулиганство – это проявление нереализованной энергии, проявление нереализованных желаний и, возможно, следствие страху. То есть, человек, значит, человек, употребляя алкоголь, чувствует себя более свободным, и, значит, ну, начинает вести себя не совсем адекватно, я имею в виду хулиганство и прочее, прочее, прочее. А в этой ситуации что нужно сделать вам? На самом деле, говорить вам, что там, ну, что женщина дура, я не стану, это неправильно, это, ну, не та терминология, которая может позволить себе психолог. Я вам скажу друг другое, что женщины в этой ситуации, ну, дать понять мужчине, что подобное поведение для нее неприемлемо, что она вообще-то, ну, вообще говоря, не считает для себя как-то возможным вообще, чтобы ее мужчина вот так вот себя вел и, значит, как бы дать ему понять, что если он не изменится, то она от него уйдет. Если женщина не может уйти от человека, если женщина не может отпустить его, то в этом случае можно говорить о зависимости от человека, и при наличии зависимости это уже нужно прорабатывать именно с самой женщиной. Потому что зависимость – это довольно сложное состояние, и так просто от него избавиться нельзя. Потому что человек, который любит, он в первую очередь уважает себя, потом уважает человека, которого любит. Так вот, человек, который любит, никогда не позволит себе находиться в тех отношениях, которые ему вредят, а если позволяет, ну, значит, это все-таки зависимость. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Вопрос достаточно короткий, вот, и как я уже сказал, очень многое зависит от того, зачем вы реально задаете свой вопрос. То есть, если вы просто для общего развития, то вот так. Если, как бы, ну, если вот вы хотите действительно понять причину, то это совсем другое дело. А если вы хотите помочь женщине, то дайте ей прослушать мой ответ. Если это женщина вы, то, соответственно, я при наличии у вас симптомов зависимости, рекомендую уже вам обратиться к психологу, а не пытаться анализировать поведение мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.